А здесь присутствует все-таки больше персиково-коралловая палитра. Это все. Это самое простое, элементарное. Чтобы вы были, скажем так, крутым вообще колористом, да, и были, обладали теми знаниями, которые обладаю я, вам нужно как минимум начинать уже практиковать, изучать и по системе. Без системное изучение, оно ведет к тому, что все равно в голове каша. Поэтому пока у меня не возникло у самой системы, я так и не могла до конца разобраться. Я вроде как понимала, умела, но понимания вот такого стопроцентного у меня не было. Хорошо. Сейчас я прочту немножко, что вы написали. Так, все очень доступно, объясняйте. Почему я не вижу пигмент на губах после процедуры? Он появляется через несколько часов. Так, у меня всегда красные, когда выкладываю в портфолио, кажется, что вообще одним цветом всегда делаю. Да, смотрите, вот если вы не видите цвет на процедуре, и он у вас потом появляется, или вообще все наоборот красное, во-первых, следовательно, вы работаете в разряженной, быстрой технике. Это, скорее всего, у вас напыление. Чаще всего такие мастера работают на китайских ручках. И, конечно же, это повышенная травматизация. Следовательно, у вас реакция сосудов, у вас покраснение красной каймы губ в 5 раз сильней, и она просто перебивает этот акварельный оттенок, который вы внесли. То есть краснота успокаивается, и у вас, наконец-то, появляется какая-то часть пигмента, которая даже начинает подсыхать, и вот реально начинает проявляться цвет. Поэтому все прозрачные техники, вот эти акварелька, вот это вот все тушевание, вот это быстрое-быстрое движение, это все малое внесение цвета, да. Поэтому такой результат, чтобы увидеть, нужно использовать всегда яркие, насыщенные тона. И тут мы подходим к вам, с вами к следующему совету, это, наверное, четвертый мой совет получается, когда вы используете более яркие тона, да, вот смотрите, один более светлый, другой более яркий. И вы вот такие два тона берете и делите на две карточки. Один у вас в светлой карточке, другой у вас в яркой карточке, правильно? Правильно. Если вы этот цвет нанесете, сейчас вот заморочимся, да, и нанесем все-таки этот цвет рядом с теми, что я уже наносила. Получается так, что цвет явно виден как розовый, кто-то его называет просто розовым, кто-то его назовет там еще как-то, сейчас мы посмотрим, сейчас, минуточку. Растирка, это очень важно, вот я даже, видите, морочусь, делаю растирку, чтобы вам ее показать. Растерла, потому что очень ядовитое количество цвета, посмотрите, как растерла. Но вы не так делаете, я вам сказала, вот так вы делаете, вот так. Вот, и смотрите, как цвет меняется, вот он каким был, видно вам, да, и вот он какой стал. Да, и если вы его с водой еще намешаете, разотреть, ну, он уже в бумагу втерся у меня прям сразу. Я его даже не могу. Ну, так, чуть-чуть. Ну, короче, видно, видите он какой становится. А если его соединить с тем пигментом, который был наверху? Сейчас посмотрим. Неужели вы, те, кто вообще не понимает вот в температурах, там во всем, неужели вы не можете из этих двух оттенков, те, что я вам сейчас показываю, понять, что этот более прохладный, а этот теплый? Кто-нибудь поставьте, плюс, что вы действительно видите. Напишите, я не понимала, вот сейчас стала понимать. Есть у кого-то такой инсайт, что вы вот поняли, наконец, вот этот более теплый, этот более холодный? Или все-таки у вас не все так плохо было, что вы все-таки разбирались, но у вас проблемы были с какими-то полутонами всего лишь? То есть вы в каких-то полутонах просто путались? Напишите, это очень важно, чтобы я вам дала советы, пояснила вообще. Кто-то из вас не знал, и вот сейчас посмотрел, говорит, ну вот я начинаю наконец что-то понимать. Вот у кого-то есть такое из вас? Вы ставите плюс, потому что у вас такое есть, и вы это поняли? То есть вы буквально сейчас это поняли? Или у вас было это понимание? Так, плюс, плюс, видно, видно, видно. То есть вы понимаете, чтобы научиться видеть цвет, я вам показала всего лишь маленькое вообще, буквально, да, там сравнение буквально маленькое, и вы уже поняли что-то, да. А если вы сядете и разберете все свои пигменты, представляете? Вы все свои пигменты разберете и посмотрите на них как в сравнении. Полутона, да, было такое. Вот у вас было, вы написали, 56, 79 девушка написала, было. То есть вы сейчас посмотрели, и у вас вот возникло понимание, да, какое-то. Просто я хочу понять, насколько вам полезно вот это вот такой вот концентрированный, я бы сказала, концентрированный вебинар, да, потому что учить человека – это очень много времени, и почему-то не все хотят это время потратить, потому что все мои курсы, материалы, они очень объемные, очень много деталей там, и вот их, когда все проходишь, то есть в голове просто энциклопедические вообще знания, и мне кажется, мне уже никакой вопрос не поставить в тупик. Мне даже интересно, я даже не зазнаюсь, а мне просто интересно. Задайте мне вопрос по татуажу, который бы я не могла объяснить. Вот, поэтому я вам отдаю свои знания, чтобы вы тоже так знали про свою работу. Пускай они на все 100, но пускай на 99% вы бы это знали. Здравствуйте! Было понятно, в каком случае вы смешали бы эти два цвета. Это очень полезная информация. Так, минуточку, сейчас я посмотрю, не пропустила ли я. Буду обязательно делать этот хороший помощник для нас. Как же определить заживший результат? Все очень доступно, объясняйте. А как же определить заживший результат? Я наверняка думаю, что всем интересно, как определить заживший результат. Во-первых, мы начинаем с правильного подбора цвета. Я вам сказала, сделайте светлые, сделайте насыщенные. Для насыщенных девочек, для темненьких вы выбираете карточку с темными тонами. И светленькие вы выбираете для светленьких. Как бы вы смешивали? Я бы смешивала, но это другой уровень понимания колористики и понимания людей, как подобрать. Это будет некорректно с моей стороны. Просто вылить вам сейчас все, чтобы вы вообще ничего не поняли. Начните с этой ступени, начните разбирать свои пигменты. Если вы заинтересуетесь, то самый лучший совет, это практически материнский совет вам. Придите на курс колористики, пройдите его весь. И вы просто забудете раз и навсегда. Не ваши головы не вместят всю эту информацию. Поверьте, ее там катастрофически много. И это нереально. Я вам даю дозированно, чтобы вы это переварили, взяли из этого пользу. И могли двигаться дальше. Вот моя задача сегодня какая. Так, сейчас еще. Почему я не вижу пигменты? Это мы ответили. С цветами на брови сложнее. Ничего не сложнее. С бровями как раз наоборот все легче. На практике все мои ученики, которые проходят колористику, они все потом пишут, что с бровями разобралась. И вроде классно, интересно, вообще и понятно. А вот с губами как-то посложнее. Потому что губы, они еще и имеют свой цвет. Да, то есть поэтому я сейчас ваше внимание определила. Пожалуйста, посмотрите на людей. Светленькая она или она насыщенная? Давайте посмотрим на карточки. Я пример провела. Так, холодно или тепло, понятно. А дальше что? Как применить? Я в начале этого вебинара сказала, что любой человек может носить как прохладный тон, так и теплый тон. Я не хочу повторять, потому что многие из вас зашли позже. А я веду как бы по порядку информацию. Вам лучше пересмотреть начало. Давайте вернемся к карточкам. Вот посмотрим на эту девушку. Вы же видите, какая она насыщенная. Вы же в состоянии определить, какая она яркая. Состояние. И вот эту девушку ваше состояние определить, что она светлая. Посмотрите на цвет губ у этой девушки. Наверняка они накрашены, но я более чем уверена, что они накрашены очень близким цветом по тону к ее родному оттенку. И это очень похоже. Видно, что как будто бы у нее натуральнее, если даже их чем-то накрасили. Поэтому все девушки с более темными от природы волосами имеют часто очень более темный цвет губ. Да, то есть девочки с более светлой кожей, более рыженькие даже вот такие. Они чаще всего имеют губы бледно-розовые, совсем почти бесцветные. И если вы встречаете человека с темными волосами, но губы тоже какие-то бесцветные, такое тоже бывает. В этом случае просто вам легче будет работать на светлые губы, намного быстрее и легче нанести, например, напыление, создать акварельный эффект. Очень красиво натуральные губы сделать. Если я сейчас посмотрю, посмотрю, у меня, кажется, был недалеко пример такой. Вы видели наверняка. Да, видно разницу. Сейчас я зарядку подключаю. Так, так, так. Сейчас. Губы, губы, губы. Сейчас, минутку. Я думаю, что они где-то недалеко. Вот посмотрите, вот эта вот девушка, сейчас я выключу комментарии. Вот эта девушка, у нее цвет глаз такой синий-зеленый. У нее такие среднерусые волосы. И кожа ее видно, что загорает хорошо. Она хорошо загорает. И если вы будете ее делить, кто она там весна, а там лето, не морочитесь вы на это вообще. Смотрите, какие у нее губы. Они яркие, они цветные, они не накрашены. Это натуральные, яркие, да, с достаточно губы. Если вы будете ее красить пигментом, какой пигмент вы предпочтете? Вот этот? Вот этот вот? Или вот этот вот? Вы прям даже вот представьте ей к лицу, да, вот этот оттенок и попробуйте его понять. Вот эти тона, какие-то розовые, розовенькие, да. Ну, как-то такие бледные они какие-то. Или вот такие вот более насыщенные. Включу комментарии. У кого-то есть идеи, какой бы оттенок этой девушке вы бы предложили с ее губами. Включил комментарии, потому что давайте перейдем немножко к практике. У нас скоро заканчивается вебинар. Теплые. 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 Пишите, пишите. Более насыщенные, которые насыщенные. Вот смотрите, ваше мнение разделились. Можно смешать. Вот сейчас я вам скажу, и может быть вы удивитесь, и может быть вам станет даже легче. Какой оттенок этой девушки, вопрос был. Какой из вот этих предложенных оттенков, той девушки, которую я вам показала, вы бы подобрали? Вот этот вот более насыщенный оттенок, более яркий, да, ягодный. Или вот такой вот более какой-то он розовый, да, или как его даже назвать, пастельный, изобеленный немножко. Вот этот более прохладный цвет, этот более теплый, видите? Здесь более оранжевый цвет просматривается, а здесь более виден вишневый потом. Холодный, холодный, более насыщенный, холодный. Покажите девушку. Вы что, я не буду больше сейчас перелистывать, мы так и будем туда-сюда бегать. Вот она, сейчас. Вот. Любой. Можно добавить каплю для подтепления теплой. Давайте будем разбирать теперь, вот на примере этой девушки, получается, что? Что у нее свои губы яркие. Какие губы по температуре у нее? Свои. Свои по температуре. Они у нее яркие, они у нее очень похожи сами по себе вот на этот цвет. Вот на этот, не на этот. Этот цвет противоположный ее губам. У нее губы, они прям явно видно такие вишневые какие-то, такие розоватый, ягодный тон, прям яркий такой. А не бледный, бледный тон, который более розовый, вот этот вот, не розовый даже, как вот коралловый, да, такой вот более коралловый. Вот они два. Их же видно, один более коралловый, что ли, а другой более ягодный, розовый. Где у нас тут? Вот такая даже темненькая девушка. Но мы сейчас про тупо говорим сначала. Смотрите, смотрите всегда на родной цвет губ. Определяйте, какие губы по тону. Если она хочет натуральный эффект, да, натуральный, то вы выбираете оттенок, который очень приближен к ее губам. Вы скажете, а я не понимаю, какой оттенок приближен к ее губам, как мне определить? Следовательно, вы должны взять свою карточку и посмотреть растирку вот здесь. Не вот тут или в пузырьке, а вот здесь. То, что будет по тональности, все-таки ближе к ее родному оттенку. Если вы работаете в технике напыления, имейте в виду, что такой цвет, если он очень яркий, да, то его хорошо можно уложить, его будет почти не видно, ну, как не особо много надо накладывать, его будет наоборот хорошо видно. А если вы выберете какой-то пастель, да, вот это, вот такие тона, которые более нюдовые, да, то этот оттенок почти на коже не видно. Вы, к тому же, забелите ее родной цветной цвет губ. Я вообще рекомендую так, чтобы вы не использовали тона, которые противоположные родному цвету губ. Это будет ошибка, это может делать только профессиональный уже мастер, который четко-четко понимает. Я сейчас вам даю те знания, на которые вы можете опираться, чтобы не сделать ошибок, да, чтобы научиться, наконец, разбирать свою палитру, чтобы научиться, наконец, человеку подбирать максимально приближенный к правильному варианту. Не ошибиться. Я не говорю сейчас о всех знаниях колористики, о всех типах людей, о всех вариантах, кому как сделать. Я говорю сейчас о том первом шаге, на котором вы можете не совершить грубую ошибку. Не совершайте грубых ошибок, выбирая правильную насыщенность, да, кому яркие, кому более светлые. Вот у нее губы яркие, ей можно из яркой палитры взять, но нанести мало, акварельно и прозрачно. Поэтому те, кто отвечал, я теплый цвет или там холодный, если у вас есть сомнения по температуре, напоминаю вам, запомните, обратитесь к вашей клиентке и скажите, вы какие оттенки любите носить, какие вам нравятся. Я же вначале вам сказала не зря. И теплые, и прохладные оттенки идут каждому человеку. Просто своя тональность может подбираться. Поэтому здесь вам может прийти на помощь ее любимый карандаш для губ, ее любимый блеск, ее любимая губная помада. Вы можете буквально на ватного диска нанести ее помаду, да, там, или ее косметический какой-то там карандаш, и подобрать по своей карточке к этому, да, ближе подходящий оттенок. Просто так сделайте. Это самый простой элементарный ход. Холод на холод, что же будет? Во-первых, какой холод, какой, мы же не говорим. Это вообще вот еще одна штука, из-за которой у всех мешанина в голове. Если вы работаете на нормальных молодых губах, на нормальных, и у вас нет проблем вообще, в принципе, с венными сосудами, которые синюшные торчат, как у возрастных губ, у старческих губ, да, видно, что синева, вот. И вы не берете темные оттенки, в которых содержится черный цвет, а вы сейчас скажете, а еще черный дет содержится, тогда вам прямая дорога ко мне на курс. К сожалению, вы реально не так мало знаете, что вам вообще просто дальше идти никак нельзя. Вам нужно пройти курс колористики и разобраться, наконец-то, из чего состоят оттенки. Поэтому, пожалуйста, запомните мои слова в начале этого вебинара, который я продолжаю повторять. Для светленьких берите светленькое. Для насыщенных девочек берите насыщенное. Но насыщенное это что? Вот они, эти цвета более яркие, более насыщенные. И запомните, я же не зря вам сказала, не используйте плотные техники внесения, если вы не владеете толком колористикой, если у вас толком не стоит рука на все типы техник. Какие все типы? Это тушевание, это поверхностное тушевание, это напыление, да, то есть это разные типы техник, разные, и по-разному цвет в них будет выглядеть. Если вы будете тушевать пучком, у вас будет плотный цвет. Если вы будете технику использовать старую, да, то у вас будет плотный цвет. А кто говорит, я не могу помадного эффекта добиться, это уже про технику, мы сегодня говорим про выбор цвета, правильно, выбор цвета идет непосредственно от насыщенности самого человека, вот я считаю, что я достаточно насыщенная, я вроде бы блондинка, да, вроде бы меня все воспринимают, что я светлая, но на самом деле я по природе темно-русая, у меня брови темно-русые, глаза у меня карие, губы у меня сами по себе очень яркие. И если мне взять бледный какой-то цвет пигмента и нанести его, то если вы просто забелите человеку губы, да, то максимум, что вы можете это сделать в технике напыления, да, как некоторые говорят, нюдовый цвет, нюдовая палитра, нюд, это всегда какое-то забеленное немножко, но нюд это точно так же и яркий оттенок, яркий, очень яркий, который внесен акварельно, прозрачно и нежно, когда говорят, я цвет не вижу, ну потому что вы его напылили, его не видно, а потом краснота уходит и цвет проявляется, если у вас высокой концентрации пигмента, которые не так давно на рынке, там год, два, три, там может всего лишь, скорее всего они высоко концентрированные, вот, и в принципе у производителя всегда спрашиваете, у кого вы покупаете пигменты, вы говорите, для напыления ваши пигменты подходят, да, и вам должны честно ответить, что да, подходят, да, в основном для напыления не подходят пигменты старого образца, там такие как Биотек, их нужно тушевать, они очень качественные, классные по Евросоюзу, как бы, ну сейчас тоже стали, я так поняла, повышать концентрацию в пигментах, и производитель стал создавать, даже старые марки, компании стали создавать пигменты в более повышенной концентрации, потому что техника напыления, как бы, берет свое, и все хотят, в общем-то, ей работать, и производители вынуждены повышать концентрацию своих пигментов. Так, теперь по вопросам, если губы темные, а хочет клиент ярко-розовый цвет, давайте скажу я вам так, что имеет клиент, и что он хочет, это совершенно разные вещи, задача ваша, у нас вебинар сегодня, как научиться подбирать цвет, да, то есть, а мы немножко сейчас уходим, но я все равно скажу, потому что это важно, ваша задача подобрать цвет, который подбирается под цвет, тип человека насыщенный, он ненасыщенный, под его цвет губ, да, и выбирается техника, которую вы хотите этот пигмент внести, потому что все это важно, и техника внесения, и правильный подбор этого цвета, и если вам клиент говорит, а я хочу вот так, и если вы не понимаете сами, как мастер, что так нельзя, а вы просто тупо берете и делаете такую процедуру этому клиенту, то где гарантия, что вы получите хороший результат? На что вы рассчитываете? Напишите, пожалуйста, кто из вас сталкивался с ситуацией, когда клиент попросил у вас что-то, вы делали, и потом просто держались за голову, не понимали, как это исправить. У меня таких много было работ, которые мне присылали, зажившие губы в каких-то коричневых пятнах, цвет лежит неравномерно, техника у мастера не поставлена, работать еще пока не умеет, но он уже берет темные тона. И мой пятый совет, пожалуйста, прошу вас, когда вы говорите или думаете о том, что у человека холодные губы, прежде всего обратите на его возраст. Это пятый совет. Возраст клиента и подбор цвета это взаимосвязанные вещи. Чем девочка моложе, тем более прозрачно мы наносим цвет, тем более у нее нормальные, естественно, более живые губы, и какие бы они вам по температуре ни казались, вы должны работать непосредственно в технике более акварельной. Если вы еще не владеете техниками разной плотности, что вы не можете плотнее нанести у контура, распылить внутри, или какой-то 3D эффект придать, вы же не можете сейчас все сразу понять за этот вебинар. Это нереально. Чтобы понять все, у меня ученики учатся по полгода погода, изучая вообще вот карпят просто моим видеоматериалами, где вот этих мелочей просто вот как пчел в этом, в улей. Поэтому вы должны просто не забивайте себе голову, начинайте от простого. На простом, на простом, на элементарном сначала набейте себе руку, чтобы вы понимали, этот цвет на светленьких девочках заживает вот так. Разделите своих клиентов, я же вам не зря это сказала, вы же это слышите, но не можете никак применить. В чем беда всех вот этих вот учебных пособий, вы на них, вы их покупаете, или в чем беда этих мастер-классов, да, вы их смотрите, но взять вы оттуда ничего толком не можете. То есть, ну слава богу, научились вроде чему-то, но очень много вопросов остается. Это касается тех, кто в начале пути, потому что на своих ошибках потом учатся, и вроде как бы шатка-валка вылезли из этих проблем. А на самом деле проблемы, они возникают от нехватки информации. Поэтому начинайте с простого. Людей делите на две группы. Мы с этого начали вебинар, и придется этим подытожить, потому что в голове у вас это не оседает. Даже когда я говорю супер нужные вещи, вы все равно это не улавливаете. Людей делим на две группы. Пигменты делим на две группы. Светленьких со светлыми пигментами. И прохладные, и теплые здесь. Здесь насыщенные яркие пигменты, которые даже где-то с коричневатой палитрой, с какой-то кремовой, вот щербетной тона, там, какие-то вишневые яркие, все здесь. Так, сейчас у меня выключат свет, поэтому я буду с вами прощаться. Вы уже выключаете? Нет еще. Ну все, и вот это разделение, оно у вас должно быть обязательно для такого типа людей, которые непосредственно с нормальными губами. Если к вам приходят губы синие с венами, ни в коем случае по таким губам холодным цветом не работаем. Какой холодный? Холодный, это который коричневый, и который вишневый. И к бабушкам тоже вишневые тона можно наносить. Но чтобы это все понять, это уже другой уровень колористики. Я вас прошу, пожалуйста, не лезьте вы туда в полымя, еще не разобравшись с самыми элементарными вещами. Жду от вас в директ обратной связи. Если у вас остались неотвеченные вопросы, пишите, потому что темы интересные будем развивать. Будут стараться выходить в эфиры. У меня сейчас должны отключить свет, и мне уже пора работать. Надеюсь, что было все полезно. Проходите в мою онлайн-библиотеку irinapotoenkova.com Нажимайте на кнопочку «Купить первый урок» из любого выбранного курса. И с 1-го и 15-го числа начинайте изучать. Есть персональный урок, который можно купить отдельно, разобрать кучу вопросов в течение часа персонально тет-а-тет со мной. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok